Итак, первая новость, сразу начнём, первая новость. Украинские колонны ВСУ выдвинулись с полевых лагерей в сторону Киева. Залужный анонсировал марш против наркомана. Колонны уже замечены в Полтавской, Черниговской, Черкасской и Киевской областях. Та дохрюкает-то, господи, блядь. Вы сейчас поймёте вообще, что происходит. Поверили, что ли? Господи, блядь. Я в шоке. Ну вы вообще, ну вы даёте. Залужный снят с должности главнокомандующего ВСУ, заявляет СМИ Украина. Но не всё так просто. Не всё так просто. Но не всё так просто! Соответственно, типа, вроде как Залужного сняли, но по итогу... Нет. По итогу нет. Ничего. Зеленский не увольнял Залужного, пресс-секретарь президента Украины. Никифоров, короче. Что это было? Спрашивают. Украинское издание «Страна» сообщает, что основным источником информацией были депутаты от партии Порошенко или близкие к экс-президенту люди. Журналисты, поддерживающие Залужного, осуждая, и критикующие Зеленского. Итак, это оказалось вбросом людей Порошенко. Для нас это в любом случае хорошо. Показатель хаоса в украинской элите и попытка скинуть рейтинг Зеленского за счёт этой информации. Чего, блядь? Какой-то Дмитрий Никотин об этом говорит. Кто такой Дмитрий Никотин? Ну, видимо, судя по этому посту, который я прочитал, мы примерно понимаем. Нет. Вот. Хаос, пиздец. Вообще жёсткий. Заявили через там минут сорок уже опровергли. Хаос. Вообще ужас. Соответственно, да? То есть, за Лужным вроде как всё нормально. Ну, я был в шоке. Это вообще удивительно. Это было крайне неожиданно. Прям пиздец. Типа, ну, цирк. Ну, всё. Всё. Одобрил Путина как президента. Выдвинул его кандидатуру. Принял вот подписи, так называемые, которые он где-то каким-то образом собирал. Я в шоке, ребят. Так неожиданно вообще. Нет. Да. Вот. Поэтому он к сожалению... Ой, то есть, ну да. А, ну да. То есть, ну да. Короче, были приняты вот эти вот все его подписи, которые он там собрал. Там что-то три триллиона миллионов подписей. Пока только он вроде первый, кто подал и первый, кого приняли. Дальше у нас ещё другие есть какие-то там кандидаты. Мы их знать не знаем, кроме Бориса Надеждина. Но и с ним тоже всё не чисто. Это фейк. А, то, что в ЦИК его приняли, фейк. Ой. Да ладно. Борис Надеждин. Тоже всё там негладко, короче говоря. Нет. Начинает какую-то чушь раздувать. Кто-то там на него, короче, донос написал в России. Ну... Лёша, лишай ку-ку. Какой-то чёрт донёс на Бориса Надеждина. Генпрокуратуру. Сейчас вот я вам новость это прочитаю, собственно говоря. Интересная хуйня. Надеждин всё. В Генпрокуратуру поступил материал с просьбой провести проверку и признать политикой иностранным агентам. Общественность обратила внимание на критику СВО и антивоенно высказывает со стороны Надеждина. Какая ещё нахуй общественность? Кто? Также Надеждин выступает против курса государства на пересечении пропаганды экстремизма и идеологии ЛГБТ. Ага. Ну, организация признана туда-сюда террористы, блядь, экстремисты, там, ещё что-то. Инопланетяне. Кроме того, новоявленный президент взаимодействует с представителями команды Навального. А они включены и вообще причастны к терроризму, экстремизму и анонизму и так далее. К чему они там только не причастны в итоге. Ужас. Вообще. Пока лишь только донос сделан. Что там в итоге будет-то? Хер его знает. Но говорят, 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 что даже будучи иностранным агентом, человек имеет право баллотироваться в президент. Представляете? Вот. Только там надо будет пометки делать, что ты признан туда-сюда. Но вроде как, даже будучи каким-то там Позняков. Ну да, да, это новость, блядь, на канале Познякова, представляете? Ну, опять же, это вы, это вы, вот, это вы мне новости пересылаете в предложку, ребят. А теперь, ребят, очень забавная новость. Какой-то паблик под названием, вы не поверите, Россия, запостил себя вот такую вот информацию. Переписка иностранного агента Максима Кацца. Он передает Надеждину базу данных с российскими гражданами, которую ему дала украинская страна. Вопросов много, например, а в каких от таких отношениях состоят Кацца и украинские спецслужбы и зачем украинцам помогать Надеждину. Впрочем, вероятное мошенничество особо никто и не скрывает. Кто-то из вас видел активные подписные пункты Маленковича, кто-то верит, что тоже Надеждин набрал 200 тысяч подписей. Вся эта история не просто дурно пахнет, а смердит. И выкладывают, короче говоря, якобы переписку с Максимом Каццем. Максим Кац, даже премиум есть. И здесь голосовое сообщение от Максима Кацца, которое, как я понял, обречено к Борису Надеждину. Давайте послушаем. Сейчас, ребят, внимательно прислушайтесь к этому голосовому сообщению и к голосу Максима Кацца. Готовы? Если вы так считаете, это ваше право. Никаких вопросов. Я просто напомню, что меньше недели прошло, а у моего ролика Борис Надежда уже почти милен просмотр. Материалы для следующих выпусков тоже почти готовы. Вместо того, чтобы предоставить мне фактуру для спича, вы создаёте блинги. Вот особенно на этом моменте вот тут спича и у него голос так как у робота. Чтобы предоставить мне фактуру для спича, вы создаёте блинги до проблеми. И сразу предупрежу. А уж кто-то застрелился, блядь, на заднем фоне, не выдержал этого кринжа. Сидит какой-то школьник или кто-то там, блядь, притворяется Максимом Каццем, блядь. На аэросети юзы чел просто не выдержит. Куда в пизду, блядь. Бам нахуй, просто послушайте это. Мне фактуру для спича, вы создаёте блинги до проблеми. И сразу предупрежу, чтобы ко мне вопросов потом не было. Файл, который я сейчас прислал в секрет-чат, никто не должен видеть в исходнике. Там несколько миллионов контактных таннеров. Ой, ой. Без Кавказа и ещё пара регионов. Да ты ж. Не знаю, как вы будете его переделывать, но это важно. Потому что, если найдут украинский след, будет какая-нибудь неприятная ситуация. Вообще. Украинский след, да. В итоге мы смотрим и читаем новость, где есть кремлёвский след, судя по всему. Чьи ещё следы мы тут найдём? Но самое забавное это, знаете что, даже не это. Самое забавное тут даже, блядь, не это. Короче, я когда новость увидел, захожу в паблик, думаю, дай посмотрю, что за пиздец в этом ебаном паблике происходит. Захожу, короче, читаю новость, думаю, ну, окей. Открываю комментарии, а там, знаете что? У вас нет доступа к этому чату. Так как вас заблокировал его администратор. Чтобы вы понимали, я впервые вижу этот паблик, я впервые туда захожу. Впервые я туда захожу. Вот эти переписки инуагента Максима Катца, то есть это под этой новостью в этом паблике. Я захожу, а у меня бан. Меня забанили в России. Но чтобы вы понимали, я сейчас вот только что зашёл, а там, во-первых, они закрыли доступ к паблику, теперь можно только увидеть, что там, подписавшись на него. Вот. Но я вот подписался, захожу, а меня в комментариях разбанили в итоге. Что за хуйня? Это они прямо сейчас сидят на моём стриме или чё? Алё. Нужно паблик подписаться сначала, потом открываются. А почему написано, что я заблокирован? Ну ладно, давайте тогда почитаем комментарии. Мы играем с этими скотами в добрую, либеральную, демократическую игру. Они же убийцы безжалостные, скоты. Надеждин враг нашего народа, вор. Он должен сидеть в тюрьме. В тюрьму и на парашу. Пусть в зоне на парашу будет президентом. Пишут в комментариях в этом паблике. Надеждин пошёл вон из России. Мало нажрался при Ельцине. Американский прихвостень. Так сажать нужно. Уверен, что на несколько статей этот клоун уже наговорил. Понимаете? То есть, они на полном серьёзе говорят, ну, человек надо сажать за слова. Для них это уже норма. К сожалению. Всё. Они с этим живут. Так, как будто бы так и должно быть. Почему это вообще имеет место быть? Проверить нужно. Найдётся к шарику горшок. Ладно. Ладно. В принципе, я не удивлён этим комментариям. Всё, в принципе, понятно. Россия! Это, если что, паблик так называется. Сейчас пожаловаться. Спам. Всё. А теперь можно отписаться. Евросоюз ввёл санкции. Вы не поверите, против кого? Вы не поверите, против кого? Евросоюз ввёл санкции против Екатерины Мизулиной. Представляете? Вот. После доносов, которые заводили дела на артистов и блогеров. Чем обосновал ЕС введение санкций? На своей должности она применяет практику цензуры против создателей интернет-контента и художников в пользу российского правительства и его политики. Будучи председателем Лиги безопасного интернета, Екатерина Мизулина инициирует официальные жалобы в российские правоохранительные органы на создателей интернет-контента, то есть блогеров, а также музыкантов, знаменитостей, влиятельных лиц. В результате Екатерина Мизулина вынуждает создателей и художников российского интернет-контента либо удалять антиправительственный контент, либо создавать контент в пользу российского правительства и его политики, говорится в документе. В санкционном списке указано, что аффилированные с Мизулиной лица ее мать Елена Мизулиной провластный олигарх Константин Малафеев что? А, ну окей, и че? Вопрос! А что это за санкции? В каком плане? Как они ее ограничивают? Что они дают? Вот вопрос, типа в чем прикол этих санкций? Она не сможет покупать себе дорогие брендовые вещи? Она больше не сможет себе купить Гучи? Картие? Или что? Да нет, вроде сможет. Не сможет ездить в Европу? Да и она и не ездит вроде туда. Сидит у себя там в комнате, ворует государственные деньги, при этом осуждая других за казино. Че еще? Че еще? Я не знаю даже. Тут вроде не написано. Тут указана причина. Адрес? Адрес? Какой-то адрес. По-моему, они еще ввели санкции против самой вот этой темы. Против Лиги безопасного интернета. Самой организации. Вот санкции Екатерине Мизулине. А шо в итоге? Та хер его знает, че в итоге. Екатерина Мизулина. Как она отреагировала на санкции? Она написала служу России. Ну, удачи. Так же она у себя в ТГ высрала вот такой постик интересный. Настоящую элиту страны нужно формировать из участников СВО, а не из чудиков, которые обнажают свои гениталии, заявил Владимир Путин. Серьезно, он реально это сказал. То есть, он буквально говорит, что элиту нужно формировать из уголовников и убийц. Ну, вы поняли, да? Какой курс берет страна? Там и так сидят уголовники и убийцы, в принципе, в Кремле. Вот. Но теперь это уже даже не скрывается. Именно из этой категории наших граждан, особенно молодых граждан, а там в основном молодые, а я сегодня встречался со студентами, которые прервали обучение, многие из них пошли в зону боевых действий. Ну, дебилы, блядь. Вот именно из этих людей мы должны в будущем формировать элиту страны. Не из тех, вы же знаете, которые там гениталии обнаживают. Хоть теребить тарелку. Заднее место показывают. Я. Ну, такие тоже нужны чудики. Тут тоже пускай. Но настоящий а вы тоже нужны. Тоже пускай. Да. Простил, что ли, всех этих голых на вечеринке? А я думаю, человек, перестали это кошмарить так резко. Кроме одного этого рэпера, который в итоге будет служить. И то, где-то он там будет служить в какой-то херне. Ерунда, короче говоря. Элиту страны, в руки которой можно передать Россию, вот нужно сформировать из этих людей. А значит, их нужно поддерживать, помогать им нужно. Ну, ладно. Ну, хорошо. Госдума может уже 1 февраля принять закон о конфискации имущества за фейки российской армии. Сообщил глава Думского комитета по госстроительству Павел какой-то хуй. Понимаете, что это такое? Многие как-то как будто бы не обращают внимания на эту новость, но на самом-то деле это достаточно серьезная хрень. Вы же понимаете, что теперь в России официально по закону, на законном уровне правительство сможет отжимать у вас квартиры, вообще все, что у вас есть по каким-то там притянутым за уши мотивом, знаете, оправдывая какими-то фейками об армии, а притянуть можно что угодно, любое высказывание, можно просто что-то выдумать, в принципе, да, захочешь что-то колтохату отжать, ага, ты что-то плохое говорил, и все, минус квартира, это вообще пиздец, то есть это на самом деле реально стремная хуйня, но у меня просто складывается ощущение, что многие этого тупить даже не понимают, вот, типа, ну ладно, очередной закон какой-то абсурдный принимают, не, ребята, это, посмотрим, конечно, что будет, но теперь все, так называемый рэкет у нас узаконен в России, очень странная хрень происходит, в России начнут отключать интернет по ночам, такие меры были введены в Ленинградской области до 30 января, в период с 23.00 до 6 утра Роскомнадзор будет проводить технические работы, ну, в кавычках, технические работы, во время которых мобильный интернет либо будет недоступен, либо будет работать с перебоями, то есть тут как бы речь идет про мобильный интернет, как я понимаю, такие же работы уже организовали в Новгородской и Псковской областях, также недавно в Якутии, да, это вроде как было, во Владивостоке это было, то есть по всей стране начинаются какие-то странные такие, такие, короче, работы уже организовали в Новгородской и Псковской там в Якутии, в Владивостоке короче говоря отключает интернет по ночам, скоро реально будут, как я не знаю, по расписанию, знаете там в 11 вечера все, интернет отключается, идите спать, в 6 утра просыпаемся, интернет работает, там, ну, к чему-то готовиться наверное, к чему-то готовиться, не просто так все эти непонятные технические работы еще от Роскомнадзора, именно Роскомнадзора, что? Отключают там, отключают тут, зачем? Чтобы что? Что? Чего-то ждут? Чего-то ожидают? Непонятно? Нет. Непонятно? Короче, хочешь прикол? Мы делаем игру и сегодня куча проблем с тем, что у людей просто не грузит сайт, блочит VPN и все такое. И на фоне того, что допустим недавно в регионе, где были бунты, блочили VPN, то получается РФ может реально в один день заблокировать весь интернет. Да ладно, блять! Нихуя себе! Серьезно, что ли? Не, ну, ну да. А ты только сейчас понял это? Конечно может. Естественно. Достаточно им просто дать указания всем провайдерам. А ну-ка, интернет отключайте. Провайдеры отключат интернет. Господи, вот ты удивил. Вот ты удивил. В Зеленодольске произошла одна из самых нелепых смертей. Чел просто подскользнулся и как бы умер. Все. Все. Мужик на входе в алкомаркет подскользнулся, упал и умер. Ну, вроде как от сердечного приступа. Родственники объединяют магазин в том, что они положили слишком скользкую плитку на пол. А также говорят, что возможно он умер от удара лицом. Пиздец. Охуеть. Ударился он реально жестко. Завтра стрим будет с Марго. Наверное, да. Я пока не знаю. Мне надо к бухгалтеру идти завтра. Я хз. Успею ли я? Но с ним с Марго точно будет стрим. Сто процентов. Я с ним подстремлю. Мы с ним поговорим про Бориса Надеждина. Завтра ли это будет? Я хз. Но будет. Я хочу с ним побеседовать. Мне есть что сказать. Ему есть что сказать. Потому что у убер-маргинала такая позиция, что типа нахуй идет Борис Надеждин. Он сто процентов кремлевский и так далее. Но мне кажется, что вот если еще неделю подождать, по-любому у Бориса Надеждина что-то случится. Какая-нибудь херня. Его или пошлют, или подписи не примут, или его признают иностранным агентом, или еще что-то. И тогда наша беседа с Маргиналом она будет уже немного иной. Понимаете, да? То есть у меня уже будут другие аргументы. Касаемо Бориса Надеждина. Уважаемый Алексей, а вы подумали, что вы будете делать, если Надеждина уничтожит по белорусскому сценарию, а всех его поддержаторов и их семьи будут кошмарить? Каков план? Ну ты что-то вообще, блядь, перегнул. Слушай, с Борисом Надеждином конечно могут что-то сделать. Но трогать всех подписантов, там сколько, 200, больше 200 тысяч человек. Ну как ты себе это представляешь? Ну как? Что с ними будут делать? Всех посадить? Ну явно не получится. Ну это, ну это нереально. Куда-то там на карандаш запишут, будут следить, типа, ну вы об этом даже не узнаете, что за вами кто-то следит. Вы же не какой-то там я. Человек публичный, высказывающийся, постоянно что-то и так далее. Там, ну, хз, вряд ли будет что-то такое. Типа, с Борисом Надеждином может быть. Ебать ЧСВ. Не, ну я имею в виду публичный человек, как я, публичный. Когда будет что-то на публику постоянно заявлять, у вас большая аудитория и так далее. Тогда есть опасность. Но в любом другом случае, да кому это нахер нужно вообще? Ну так, в РБ так делали. Думаешь, РФ не может? Может. В теории, естественно, может. Хз, я не знаю, что-то будет после выборов, когда Путин выиграет. А он выиграет. Сто процентов. Он выиграет эти выборы, к сожалению. По-любому. Я ставлю жопу, блядь. Я две свои жопы ставлю. У меня их нет две жопы, но ставлю две заранее. Не, я буду рад, если я свою жопу проиграю. Серьезно. Я буду очень рад. И вообще, то есть, я буду очень счастлив, если в итоге я просу свою жопу, скажем так. Две жопы. Я, это теперь моя мечта, ребят, чтобы такое реально случилось. Так. Потому что они топят за Надеждина. Нет смысла, потому что тогда это понятие просто будет размыто в ноль. Ну, потому что за Надеждина топят там, не знаю, Хесуса ВГН, вообще филиал штаба Надеждина, открыл на свои деньги в Нью-Йорке, блядь. Игорь Линк топит за Надеждина какого-то хуя. Я не верю, что им всем башляют, блядь, или еще что-то в этом роде. Миллион долларов заплатили. Сам Кремль пришел, сюда в Нью-Йорк приехал, реально прям здание огромное, Кремль такой, оба, деньги мне отдают, я такой, опять, как ковер. Аладдин летал, и улетает, Кремль улетает, просто такой, оп, обратно. Я думаю, что это просто массовый психоз, блядь. Это просто массовая, бля, помешательность. Ну, мы с Эйрем Линком, да, с ума сошли, определенно. Шизу словили, что-то, блин, за Надеждину на подписи собираем. Какая-то, блядь, эпидемия пиздоватости. Вообще, ебанутые, блин, просто, сумасшедшие люди, блядь, что-то, за какого-то оппозиционирования, тупим, блядь. Да по-любому же кремлевски, че мы хуйнете занимаемся? Что вы мне тут скидываете? ХЕС-106, ШИТСОВ-160, ШИТСОВ-160, 180 без прически. Он без нее как раз 186. ХЕС-УС даже не 180. ШИТСОВ-155, ХЕС-175 так-то. Долбоебы, блядь. Откуда у них вообще эта информация, косая моего роста, по поводу 175, блядь. Тоже даже не 180, как будто они рядом со мной стояли, линейками не измеряли. Долбоебы. У меня рост 186 без башни. Я выше твоего батя, блядь. На две головы, сука. Идиоты, сука, блядь. Откуда вы вообще берете умники? Ой-ой-ой-ой. Сори за мат. А с башни, так я вообще под метр девяносто. Ух, сука. Я бы вот так стоял перед тобой вот так вот. Мог бы тебе стучать по голове. Реально. Ре-а-а-а-а-а-а-а. А че так? Суд отправил в колонию по делу о фейках российской армии. Из-за двух репостов в соцсетях, знаете кого? 72-летнюю пенсионерку. Суд. Ну это, это, это и в самом деле суд. 72-летнюю какую-то Евгению, пенсионерку, из города Шахты Ростовской области признали виновной по статье о военных фейках по мотиву политической ненависти и призывам к экстремистской деятельности. Ей назначили пять с половиной лет колонии. Поводом для дела стали репосты во ВКонтакте с информацией о количестве погибших российских военных в Украине и эмоциональным видеороликом. Как сообщил правозащитный проект, пенсионерка признал вину, но не согласилась, что действовал по мотивам политической ненависти. Она объяснила свою реакцию тем, что после обстрелов до Днепра ее брат оказался под завалами разрушенного здания. А вот, собственно говоря, это пенсионерка. Модестал забанили по просьбе правительства. Чего? В смысле? Непон. Это как? Где? Реально? Она сказала за баннер. Че? За какой баннер? ТГ писала? Нет. Фалентус тоже за Хворд? Хворд? А, Х, блядь, Хворд. Межнациональная рознь. Да ладно, подожди, Фалентуса забанили? Нихуя себе, блядь. Нихуя себе. На 7 дней. А, понятно. Ясно. А как это так произошло? Он что, прям это слово сказал у себя на стриме? Он что, идиот? Зачем? Что за Бред? Что за Бред, блядь? Помните этого чела? Хороший борщ с капусткой, но не красный. Так, сосисочки. Ну, еще есть какой-то непонятный салат. Тут Бред. Помните, да? Что же с ним произошло, спросите вы? Что за таблетки дали? Он что, что, динозипал? А, собственно говоря, это он, сейчас. Что так мажет? Меманки. Что так мажет его? Он сейчас смехался на коголе, да? Да, понятно. А, он сейчас коротко. Короче, если вкратце, чел спился, начал бухать, это, если что, стрим ВИГИЛИНКа вообще. Вот. Пожалуйста. Выбим? Алкоголь. Алкоголь не пьешь? А, вообще не пьешь. Бросил, да? Шесть лет не пьешь. Шесть лет не пьешь? А, восемь лет не пьешь. Понял. Вот так вот и происходит. Да. Никита Литвинков стал трэш-стримером и не выходит из-за поя. Да. Бывает же, да? В Челябинском вузе студентам на паре задали проанализировать песню шамана, блять. Какие ключевые такие фразы, они вот прям действительно работают, они рабочие. Ну, кроме фразы, я русский, да? Она нам понятна. Всему миру на зло. А почему всему миру на зло? Но здесь я иду до конца. Вот. Я иду до конца. Вот это что фраза может означать? Как мы можем ее с вами интерпретировать? Он идет до конца. Он идет до конца. Вот в этой простоте и заключается в меня вместе с этой песней. Поэтому я и пою. Впитывает. Впитывает. Бля, я реально соболезную всем, кто вот учится, соответственно, и у кого такое происходит. В учебном заведении я реально соболезную. Вы, если что, можете доносить мне в предложку каждый раз, когда у вас такая хуйня происходит. Старайтесь записывать видосы, делать это беспалевно. Как-то там, соответственно, так, чтобы в кадры попадал только или телевизор, или, я не знаю, еще что-то, или звук. Вот. Можете все скидывать мне в предложку. Все мне скидывать в предложку. Вот. Если там что-то будет палевно, я не буду показывать. Просто сам буду это смотреть. Вот. И потом рассказывать. Это официальная новость была в одном паблике. А вот что мне мой уже подписчик скинул. Даже два видоса. Вот это вообще пиздец. Смотрите. Зачем это школьникам показывать, блядь? С 40-го года. Свой документ о сотрудничестве с нашей страной в области атомной энергетики подписала Республика Зимбабве. Совет Федерации Раст... Я его... Это реально, типа, нахуя? Или это школьники сами включили, сидят, смотрят? Просто пиздец. Растифицировал договор с Азербайджаном о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения Зимбабве, блядь. Первого атомного проекта России в Африке. На египетской АЭС Эльдоба началась заливка бетона в основании четвертого энергоблока. Россия остается четвертым кругнейшим подъемом. Эта программа чекни сайт разговоров о важном. То есть это официально типа Индии и вторым важнейшим поставщиком товаров в эту страну. Автопром и космос мирный атом. Это как если бы я например Ой, я даже не знаю как сравнить. Ладно, это наверное плохое сравнение. Господи боже. Ну вот представьте что я крутой у меня крутые связи классные друзья вокруг которых все уважают там и так далее и тут я с ними разосрался точнее они меня нахуй послали из-за какой-то ерунды а я потом бля, ребят знаете, вообще-то я, вообще-то мой друг Иван Золо вот я с ним вообще-то дружу да, эти перестали со мной дружить да и хуй с ними зато Иван Золо со мной дружит, блядь ну типа я бы этим еще и гордился типа охуеть и спорт энергетика и образование вот лишь некоторые направления по которым действительно взаимодействуют Россия и Казахстан Роскосмос и Китайское национальное космическое управление ухоцентра цены ухоцентра запада ну это первый подписчик прислал а это я не знаю что вообще такое наш флаг красно-белым огнем с баррикад что это блядь тут тоже какой-то пиздец вон там учитель сидит че он там показывал перевод гимна то есть они разбирали гимн США и пытались найти там что-то плохое блядь страшно это все в Питере в Петербурге женщина сдала квартиру молодому айтишнику и вот что из этого получилось да ладно это не фейк айтишники вы на месте вы ебанулись это что такое епать что он делал что он делал в этой квартире как как фу блядь что за бред нет я даже я себе такого дерьма не позволял тут перебор ну явный перебор это фэк ебаный да я не знаю ребят у вас все фэк реально думаете что такое невозможно ага конечно все возможно особенно если это айтишник да-да-да-да-да-да-да да-да-да-да-да верховный ради обсуждает цену брони от мобилизации в украине опа еще так частникам предлагается платить за жизнь 50 тысяч гривен в месяц а для больших предприятий будет оптовая скидка можно скоро будет официально откупиться ребят платишь 50 тысяч гривен в месяц и не идешь воевать Не, ну а чё Сравно ж, блядь, коррупция Там вот эта вся херня присутствует И люди платят десятки Ну ладно, не десятки, ну 10 тысяч долларов Примерно, для того, чтобы из Украины уехать Так, а в итоге ж можно реально сделать По закону Пусть в месяц платят определенную сумму И даже уезжать не придется Никуда, и всё, это фэк А зря, а зря на самом-то деле Типа, ну реально Официально будут получать деньги, а эти деньги Будут направлять на помощь в СУ А так что, люди берут За 10 тысяч долларов покупают у кого-то Хуй пойми у кого, выезд из Украины Эти деньги куда идут потом? Никуда, блядь В карман какому-то там коррупционеру Ну и всё Ты долбоёб! Почему долбоёб? А что не так? Я вообще мало выезжаю За пределы нашей Родины Моё сердце Не делится на части Оно целиком Отдано моему дому А он у меня Здесь В России На Родине И другой мне Не надо И я буду дальше Работать На благо нашей Страны Ну блин, на благо страны Можно было бы и выучить текст А не так наиграно И фальшиво это всё зачитывать Служу России Какой кринч Нет Так опозорить гимн России, блядь, конечно Это могли только шаманы Екатерина Мизулина Теперь этот гимн воспринимает совершенно иначе На всё идите, блядь Это пиздец Это вообще Трёхслойная Не знаю Надеюсь Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok